Поднимите руки и пойте со мной. Господь Иисус, Иисус, давайте скажем, Господь Иисус, Иисус, Ты благ, Ты действительно благ ко мне. А теперь, друзья, положите правую руку на свое сердце. Ты благ ко мне. Ты благ ко мне. Почувствуй любовь Иисуса. Почувствуй ее. Господи, Небесный Отец, сейчас Ты видишь своих детей, которые положили руку себе на сердце, Господи. Ты видишь их. Отец, помилуй их. Господи, на них свалилось множество проблем в это время пандемии. У них куча всевозможных проблем. Пожалуйста, помоги им сегодня. Господи, дай им то, в чем они испытывают нужду. Спасибо Тебе, Небесный Отец. Спасибо Тебе, Абва. Спасибо Тебе, Наша Иисус. Господь Иисус. Драгоценный Иисус. Любимый Иисус. О, Иисус! Иисус, Иисус. Каусы галанья, маги-ку Каусы галанья, маги-ку Каусы галанья, маги-ку Иисус умер за наши грехи. Нашего Господа Иисуса погребли, но Он воскрес через три дня. Аллилуйя! На протяжении сорока дней Господь Иисус являл Себя более чем пятистам Своим ученикам. Так наш Спаситель и Искупитель доказал, что Он живой. Итак, Господь Иисус жив всегда! Баги Аллах, слава ламанья Баги Аллах, слава ламанья Баги Иисус, слава ламанья Аминь 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 Глухие слышат, мертвые воскресают и прокаженные очищаются. Евангелие проповедуют бедным. Такое служение осуществляли ученики Господа Иисуса Христа. Начиная с событий, описанных в деяниях апостолов и до наших дней. Евреи молятся в три часа пополудни. Именно в это время апостолы Петр и Иоанн шли в храм. Там сидел человек хромой от рождения. Его приносили к храму. Каждый день его приносили к воротам Божьего храма. Их называли прекрасными. Его приносили туда просить милостыню у посетителей храма. Хромой увидел апостолов Петра и Иоанна, которые входили в храм. Он просил милостыню. Они взглянули на него, а потом Петр сказал, посмотри на нас. Петр, хромой попрошайка, посмотрел на них, ожидая, что они дадут ему денег. Затем Петр сказал, у меня нет ни золота, ни серебра. Однако я дам тебе то, что у меня есть. Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета, встань и ходи. Он взял его за правую руку и поднял его. И тут же его ступни и суставы укрепились. Итак, он подпрыгнул, встал и пошел. Тот человек вошел в храм вместе с ними, прыгая и восхваляя Бога. И все люди видели, как он ходит и хвалит Бога. И в нем узнали человека, который сидел у храма и просил милостыню. Все были полны удивлений и восторга от того, что с ним произошло. Они даже не подозревали, что это Бог исцелил его. Они и не думали, что этот человек может быть восстановлен, могут быть восстановлены его проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2006 году Бог велел мне ездить по городам и проводить собрания божественного исцеления. Бог дал мне поручение. Когда ты будешь приезжать в город, то собирай церкви в том месте. Господь сказал, приглашай на эти собрания бедных, больных и отчаявшихся людей, потому что есть целюль. В основном мы проводили служения на открытом воздухе. Они проходили с 2006 по 2019 год. За эти 13 лет мы провели 318 собраний. Я сам видел, что Бог до сих пор делает чудеса, похожие на чудеса, совершенные Господом Иисусом 2000 лет назад. Во время пандемии это служение проводится онлайн. Если кто-то из вас нуждается в исцелении, то, пожалуйста, поднимите свою руку. В Библии есть две истины, которые Господь Иисус говорил, и люди исцелялись. Во-первых, человек исцелялся тогда, когда Господь Иисус говорил, «Твоя вера исцелила тебя». Поэтому вам необходимо верить в способность и желание Господа и Иисуса исцелить вас. Во-вторых, человек исцелялся, когда Господь Иисус говорил, «Твои грехи прощены». Поэтому до того, как я помолюсь о вас, я хочу пригласить вас задуматься о своей душе. Вы совершили грехи, в которых вы не признались Богу. Настало время открыться для Бога. Попроси Его простить себя, приглашаю вас присоединиться ко мне в этой молитве. Пожалуйста, повторите за мной эти слова. Господь Иисус, я прихожу к Тебе, Боже. Пожалуйста, прости меня за все мои грехи. Прости меня, Господи. Прошу, прости меня. Прости меня. Прости меня, Господь. Иисус, я верю в Твою жертву, принесенную Тобою на кресте. Ты умер, чтобы заменить меня на кресте и перенести самые ужасные страдания. И Ты воскрес из мертвых. Иисус Христос и исцелился Твоими ранами. Господи, я верю Тебе. Сейчас я принимаю Тебя как Господина и моего Спасителя. Пожалуйста, войди в мое сердце и живи во мне. И исцели меня. Исцели, пожалуйста. Исцели. Поднимите руки и повторяйте вслед за мною. Исцеляй меня. Я верю, что Ты восстанавливаешь меня. Субтитры создавал DimaTorzok Расскажите Богу о том, в чем вы нуждаетесь. Скажите Ему о том, что вам нужно, Господь. Ты видишь поднятые руки людей. Твои дети просят Тебя. Друзья, будьте исцелены. Во имя Господа Иисуса примите исцеление, примите свое чудо, принимайте его. Принимайте восстановление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok